всем привет вы на канале тренер хапаев и сейчас я хочу коснуться еще вопроса болей в суставах и взаимосвязи это с тем питанием которое у вас есть ну мы все такие скажем выходцы из советского союза наша популярная еда наш ужин обед это борщ ужин это макароны с котлетами там сосисками бутерброды с колбасой то есть распространенные я думаю что это не только в россии ну и близлежащих наших бывших советских республиках все питались плюс-минус одинаково вот и эта привычка осталась у нас до сих пор и перешла еще скорее всего нашим детям перекусы вот этот хлеб с маслом там посыпанный сахаром разновидности всевозможные сосиски с горошком с тушеной капустой сосиски там или творог с фруктами в общем вот эта смесь непонятных продуктов которые перемешаны в одну кучу и рассчитаны только на наши вкусовые рецепторы то есть мы создавали эти совмещенные продукты по принципу вкусно или невкусно мы не понимали полезно это или не полезно только уже те люди которые начинали думать о своей фигуре заботиться начинали какие-то делать эксперименты искать всевозможные виды диет и исправлять исправлять себя когда-то удачно когда-то неудачно кто-то уходил в анорексичное состояние кто-то бросал соглашался с избыточным весом и так далее вот что я хочу сейчас сказать самое главное возвращаемся к суставам суставам казалось бы что вы делаете гимнастику делаете зарядку делаете специфические упражнения вы пьете хондропротекторы вы вкололи себе гиалуроновую кислоту то есть вы по максимуму сделали все возможное чтобы ваши суставы не испытывали боли но при этом они все равно начинают давать вам боль когда вы там долго сидите вам трудно резко встать у вас стартовая боль когда вы долго стоите вы не можете сесть потому что боитесь что ваши колени вас подведут то есть боли может просто колено начать болеть ни с того ни с сего там на погоду то есть думается вот почему так вроде бы все все как по правилам как медицина сказала и хондропротекторы и гиалуроновая кислота и вроде бы там купил гранатовый сок начал пить или там холодца наварил бы им целый вот этот холодильник и кушаю уже неделю почему боль не проходит ну самое простое ну самое простое вот эта пища вся которую я перечислил начале она грязная повторюсь вы не умрете от этой пищи но если вы сидите макароны с котлетой вы от этого не умрете у вас там домашний фарш у вас там домашнее мясо с деревни привезли у вас там макароны домашние сделаны из хорошей там муки крупного полу помола все вы знаете но вы совместили белки с углеводами и когда все это попадает ваш желудочно-кишечный тракт там начинается путаница то есть или переваривается ваша котлета и тогда макароны превращаются просто в состоянии брожения там и дают пучат ваш живот и дают какие-то газы там да то ли у вас наоборот макароны переварились а котлета начинает с макаронами уходить в кишечник и просто начинает там гнить вариантов неправильного питания куча и вы чувствуете тяжесть желудки вам хочется спать то есть вы загрузили свой желудок вы загрузили свой желудок значит если вы его разгрузите разделите мясо от углеводов белки от углеводов вы просто поможете лучшему перевариванию повторяю кардинальная задача не лишиться но она поспособствует тому чтобы ваши белки расщеплялись хорошо на аминокислоты аминокислоты на минералы и ваши суставы дошли бы ваши полезные вещества это первое то есть если вы налаживаете свое питание вы сразу почувствуете через неделю ну максимум через две что ваши колени или ваш сустав перестал болеть я вам серьезно говорю реально это реально говорю потому что я пробую на себе различные диеты я выстраивал и углеводные и белковые я знаю чем я говорю сразу это чувствуется неделя вторая организм сначала находится в состоянии стресса потом он перестраивается и начинается сразу ощущаться то есть вот для больных суставников это будет реально сразу заметно это первый пункт то есть первый пункт это наладить правильные вот эти разделения белков от углеводов то есть углеводы с салатом белки с салатом не мешать все вместе в кучу да избавиться от этой традиции постсоветских времен там макароны с котлетами и пельмени борщ и так далее второй пункт диетологи советую если вы у вас активная жизненная позиция ну допустим у вас неактивная жизненная позиция допустим вы больны но ваша боль вас съедает то есть вам нужно усиленное питание усиленное питание чтобы вы не чувствовали себя в депрессии что такое усиленное питание диетологи советуют полтора грамма белка на один килограмм веса посчитайте сколько вы весите ну давайте возьмем вот 100 килограмм человек весит там для кровного счета возьмем 2 грамма белка это вот больше уже к спортсменам относится это значит 200 грамм белка нужно представьте в куске 100 граммовом куске свинины которые вам в стейке принесли тому там не 100 там 250 грамм обычно стейк да находится в 100 граммов 20 грамм белка а вам нужно 200 20 грамм это сколько вам надо стейков съесть ну допустим вы стейк съели 1 в течение дня потом вы скушали там 4 5 яичек потом вам надо творожка съесть там пачку до хорошего потом закусить сыром то есть и вот эту белковую продукцию набрать чтобы вам пришло ваш организм те полтора грамма на один килограмм который советуют диетологи если вы весите 70 60 килограмм соответственно вам меньше надо я взял для примера 100 килограммов мужчину приблизительно как я мне нужно съедать достаточно много белка вам конечно поменьше но если вы возьмете я вам гарантирую 250 процентов если возьмете и посчитаете свое количество белка которые вы потребляете вот последнюю неделю я вам гарантирую что у вас будет нехватка белка будет нехватка белка я проверял когда я тренировал брал подряд всех кто вот в зале находился и делал этот статистику проводил ни у кого нету нормы потребления белка раз нету нормы потребления белка плюс еще пища смешанная вспоминаем первый пункт то какие полезные минеральные вещества вы хотите какие ферменты вы хотите потом пропихнуть протолкнуть в суставы если у вас нехватка белка да он еще смешан с углеводами вот я вам разобрал только сейчас два пункта потому что дальше вам слушать будет неинтересно и вы даже это не все досмотрите все более подробно у меня в группе я ссылку дам тренировки рассуждения лекции мои рекомендации все в группе контакта где тренируется большое количество людей и с разных концов мира вот здесь в описании под видео от под видео будет ссылочка кто напишет в комментариях а как попасть в группу я сразу удаляют такие комментарии потому что это ну такая тупость знаете просмотреть видео потом спрашивать а как в группу попасть вот еще раз повторяю ссылка с адресом группы будет в описании под видео всем спасибо за внимание и хорошего вам здоровья хороших крепких суставов и живем без боли пока